Я впервые в Иркутске. Остановка 40 минут. Пройдусь. Скоро будет Северный Байкал уже. Но я его проеду в этот раз. На Байкале я побываю уже на Южном. Стороны Бурятии. Там намного интереснее, потому что вот этот Северный, Слюдянка, вот это все Байкальское, оно все слишком попсовое, уже туристическое. То есть я подумал, что лучше мне сразу на Южный Дикий Байкал отправиться. Так, погуляю сейчас по окрестностям вокзала. Православный Иркутск, плохо видно надписи. Такой тут вокзал. С Байкалом. Еду вдоль него. Но в Улан-Удэ уже нормально на него съезжу. Решил в Иркутске не останавливаться, потому что он все-таки более цивилизованный, как у Байкал. Поеду сразу с тыла в более дикие места. Решил в Иркутске. Приехали на кладбище православного Улан-Удэ Центральное кладбище города Улан-Удэ Так называемая стеколка Вот постановление администрации Через одну могилу от Алексея похоронена его мама Галина Ивановна Фишева Не каждый из России может себе позволить съесть Алексей Николаевич, так сказать, напрямую Даже к Егору Летову не кажется доезжать Можно его в что-нибудь соорудить какой-нибудь Было сооружение здесь, но не то что сломали Постоянно разрушается Тут выше, тут ниже И за счет этого не удерживается Вот, а так Интересно, кстати, о том герадуге Подруга художника, который рисовал портрет угла на памятнике И вот она сделала в памятнике угла вот такой гидрокрестный Интересный Ольга Радуга, если из Иркутска, будет смотреть Она, конечно, увидит, она в Иркутске сейчас живет Ну, там можно увидеть, вон, эти самые газетики фанаты вешают А еще есть вот такой интересный Здесь пили водку с углом Джоник Псков Вечная память Ну, и что-то тут уже не совсем понятно Почему? Она улетела, что ли? Да, она вот здесь валялась Наверное, на медне прямо тут были Так что лучше сюда чаще ездите А то тут вот как-то одиноко без вас Интересная штука А их все такие хоронят, да? Да-да-да, вот у них с тряпочкой Если попасть на кладбище чисто бурятское Вот там все в этих тарках Это немножко зыбковато смотрится Когда сотни могил Что такое КНН? Например, что, наверное, не помню Ну, вот пишут, чтобы находить, да, быстрее или что-то Сзади могил пишут вот это все Да-да-да, чтобы находить быстрее И раз такое вижу Это, видишь, что, допустим, КНН Корнеев Николай Николаевич Вот, и так многие обозначаются Шикарный, шикарный памятник Заказывайте себе такие Я могу вам поставить оптом Минимализм Еще виды Улан-Удэ Симпатичные Центр далеко, это стеколка Здесь Эти дома деревянные 50-х годов Которые как временное жилье строились Вот в них люди до сих пор живут Вставляют пластиковые окна Угораживание на улице Вон у них стены вот такие Это полы А полы Туалеты на улице Воду набирают на них колонны Вот, ну, в общем, все блага цивилизациям Современного общества Которого, мне кажется, москвичам не хватает Сейчас есть одна из самых главных достопримечательностей Которую почему-то Туристы, когда приезжают в город И даже этот кудрявый, как бы, Варламов не хотел снимать Он очень много, кстати, чего потерял Когда не попал на эту улицу Хотя, наверное, он здесь был Но тут просто памятник не заметил А может, не стал разжигать просто Потому что тут очень фенесенный памятник Красивый Пушкин Учебный подпись номер один Бурятского государственного университета Буряадай Гуряны университет Бурятского государственного университета Здоровенная штука Никогда не думал, что я здесь окажусь Вернее, я даже думал, что я здесь окажусь Но не подойду Ну, не буду потаться вот эти штуки Походу, приветствую А он не падал никогда От ветра Видимо, по задумке он должен был быть огромным А когда я работал редактором одного из небезызвестных издательств На П называется Там была написана статья о том, что Улан-Удэ разыгрывают тендер на строительство ног для главы Ильича Здесь что-то типа местного Арбата Сейчас будет Дайте внимание, с той стороны сейчас арки Верхнеудинск раньше назывался Улан-Удэ Понял, понял Красивый вот этот дом Это вот это, да, типа Арбат? Да, да, понятно Это цирк? Нет, это торговый центр Самое уродливое здание Спасибо Это музей Ну, он на реставрацию в данный момент Могается Через столетие республики решили все Мать Бурятия Наверное, отсюда все-таки Непонятно Этикетка здесь Шишка металлическая есть Здесь что-то и листу немного напоминает Ну, напоминание Человек-седавно бывает Напоминает листу в том плане, что здесь Азиатские народы Особенно, которые привыкли на огромной площади Малой группой, скажем так Они привыкли к некой свободе и широте То есть, можно заметить, кучу пустырей, да Там ничем не нагроможденные Когда европейское, скажем так, население, да Европейская цивилизация, она любит на квадратном метре Построить, не знаю, десять этажей Каждый этаж будет оборудован там Супероборудованием и все остальное А здесь больше, как бы, по-другому сделано все В таком вот доме частном А это его реставрировали, или это он такой Да, он реставрировал, да Улан-Удэ хатын Нет, не имеет отношения к хатыне По-моему, в этом здании Здесь останавливались Николай, второй год Пребывал сюда С комиссией Вот, пожалуйста Живешь в центре города, все хорошо Велитые депутаты Особняк с видом на прекрасные Судебры архитектуры Это не крепость случайная? Нет, это не крепость Называемый стакан Раньше здесь в 90-е тусовки Проходили с углом Ну, с органами совсем Должна пускай нахуй До сих пор сохранилась Здесь какой-то клуб был, или что? Нет, стакан Я не знаю, что здесь было Тут такое полузаброшенное здание было И все тусовки Разнесли, расчистили заменчики Вот иногда дети вот играются Там бегают по крыше Падают Разбиваются ебаленькими Постают струковать Что-то здесь было Не знаю насчет красного кирпича Что-то там Складывают какие-то буни, да Пойдем дальше Площадь их свои На ней На этой площади Располагался Музыкальный киоск Ритм Откуда в 90-е годы Звучали немецкие марши Открыты здесь Ну, который принадлежал директору Группы Оргазм Астрадамуса Вот И все тусовки Центровые проходили И здесь Потому что Окол киоска Собирались Меломаны Которые переписывали кассеты Ну, как в общем В любом другом городе Наверное И вот Опять же Один из Символов Тоталитарного Режима Сохранившихся До наших дней Кстати Универмаг центральный Братья внимание Такой вид На утренний Улан-Удэ Сейчас Скоро выдвигаемся На южный Байкал Ямы вам Для настроения Сейчас идем смотреть Мемориальную Мемориальную табличку На доме Фишева Вот это он здесь любил Попорожниться Вот этот дом Толстого 14 Город Улан-Удэ Здесь Квартиры В советское время Выдавали Работникам Геологии Советской Здесь у меня Кстати Начальник живет И Это самое Здесь Собственно говоря И Возникла Группа Песочницы Оргазма Страдамуса Здесь живет Замбарь Рязан Александр Бяков Плечистый Угол Соответственно С родителями Ну Сейчас мы Приближаемся К этому Месту В 2013 году Силами Местного Активиста Художника Выходит Андрея Понзая Понзая Автора Обложки Эстетический Терроризм Тинейджеры И Портрет Знаменитого Его Силами А также При поддержке Ольги Радуги Была Сделана Мемориальная Табличка Несмотря На некоторую Неточность В датах Ее все равно Повесили Как то Устоковато Стоять Не вешаем Даже С камеры Не видно Кажется Чтобы не разбомбили Ну Видимо Да Просто так Снять ее Вот это В 2013 году Установили На годовщину Десятилетия Смерти Вот Вот Такой Вот Дворик Мы Сейчас еще туда сходим Здесь Безам Жил Далее А Вот Здесь Зомбарь Жил Он сюда приезжает У меня Все Под контролем Можно Сидно В Песках Они Ковырялись с детства По-моему Около этого Подъезда Раньше Лавочка Стояла Где Происходили Все Пьянки Гулянки Именно Вот Здесь Вот Здесь Взял Телет Для Своих Аплодцентрад Массажем 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 И Вот Собственно Второй Подъезд Мы туда Зайдем Массажем Массажем Объезд Смех Замков Что Продолжение Туда Ну вот, извините все, для чего, вряд ли многие сюда приедут. А угол многим хвалился то, что он живет напротив горсада. Его окна выходят на горсад, но сегодняшний день этого уже, конечно, нету. Так как современные постройки, они все обязательно забиратили в горсад. Прямо, буквально, здание вот это построили, и весь прекрасный вид кончился. Сейчас мы вот направляемся до горсада. Сразу первая достопримечательность, уникальная, которая сохранилась. Снимаем подход главный к памятнику. Уважаемый подход. Уникальнейший памятник – это могила. Здесь похоронены герои красногвардейцы, павшие в боях за Верхний Удинск в августе 1918 года. Вот в каком состоянии находится памятник воинам красноармейцам. У нас же культ, вроде как, в России. Но что-то здесь не хотят дедов вспоминать. Ну вот, пойдем по парку прогуляемся. Парк так себе, как будто деревьев там, как бы, меньше чем в городе, мне кажется. Можно отдохнуть здесь, духой и телом. Да, приятно так землю чувствовать, там, бугристые. Решение, как будто, бомба напала. А тут вообще бухают или что тут? Да, конечно, бухают и все остальное. И не только. После бухала, как обычно. Раньше тут еще находились, некоторое время назад, бывшие эти карусели, ржавые такие, ну, в таком же состоянии. Примерно все. Это вот такой, знаешь, напоминает Silent Kill какой-то степень. О! Вот это, кстати. Уникально. Все, все есть, как будто. Просто, все для детишек. Вот так, то есть, как бы, в уазе с такой. Где ничего. Хочешь присесть? Ну чё, как? Хорошая валочка. Кто-то домой может, вместо дивана, да, брать? Да. Потому что людям нравится. И бухать нельзя. Да. То есть, ну, мне кажется, на такой лавочке вот этот, без бухла. А он так, кстати, более поизящий больше. Интересно. То есть, это уже с изгибами. То есть, это гуманитарный склад. Вот. Вот тут удобно придумали, чтобы такая вот была, как бы, выпуклость. Чтобы ноги не затекали. Приятная. Вот. Храм 1809 года постройки. Вот небольшой тоже домик. Деревья чуть повыше. Потому что они ближе к Богу. Ну чё, Лёх, ты уже побывал достаточно по России даже в рамках этого тура. Вот расскажи, что напоминает, чем, что напоминает тебе природа Бурятии или сам регион, какой из тех городов, регионов, где ты побывать успел уже? Да. Да, честно говоря, она особенная. Ну вот, немножко напоминает ведь Кавказские горы, что проезжал, но всё равно она по-другому, потому что горы только вот и лесом. А так-то здесь всё равно по-другому всё. Ну, здесь самобытный район-то. Ну, я думаю, что он будет больше степное тут прямо вот. Зелёное всё. Я думал, он такой вообще жёлтого цвета всё будет. Пустынное. Ну, очень рад, что я здесь побывал. За здоровье, Бурятия. Мы, как православные люди, не смогли пройти мимо, проехать. Мимо такой красоты переносной. До чего гений православного человека велик. Вот заселились на Байкале. Сейчас идём домой. Вот такая камера. Цивильный здесь, типа, микро-мини-городок для приезжающих. Вот и вон Байкал уже между деревьями видно. Причём, что интересно, это именно южная часть Байкала, более дикая, чем северная со стороны Иркутска, где такая больше цивилизация, больше туристов, где больше такого всё на деньгах. Здесь как-то всё такое более, менее любое. Первая встреча с Байкалом. Здесь как-то вон тонном на стану. Тут и заревы небольшие. Южный Байкал. Ну вот, в общем, так тут. Сейчас буду отследовать камни местные. И пискат коллекцию. Ну, пока что прям супер чего-то интересного я не нахожу. Здесь что-то наподобие сердоликов, но не особо они мне нравятся. Яшм, яшм несколько нашёл. Кварцы есть красивые, но кварцы я не очень люблю. Хотелось бы что-нибудь более такое необычное. Я потихоньку набираю. Сейчас некогда всё это снимать, особо руки надо. И глаза, и мозг. Поэтому сейчас не до съёмок. Надо не терять времени. Ну, там на той стороне видно другой берег. В Синеве. Ну, вот я и на Байкале. В Синеве. Ну, вот я и на Байкале. Бурятское солнце. Бурятский орнамент. В общем, вот такая примерно погода и природа на Байкале. А на вагон берёзки всякие. Причём, я проезжал, когда мимо Иркутска. Иркутской области. Где там вот это Байкальск. Заменитые. Более северо-западная часть Байкала. Там тоже самое. Такая же природа. То есть, берёзовая роща прямо. Как будто я в детской области оказался. То есть, это даже несколько меня разочаровало. Потому что, ну, я думал, что тут такая, другая совсем природа. Будет какие-то там, не знаю. Ну, всё как-то по-другому. На самом деле, я вот чем ближе к Байкалу, тем... То есть, в самом углу Ану-Дэ сейчас было. Там такие степи, там горы, скалы, интересно всё. А вот к Байкалу, подъехав, я обнаружил вот... Обычную такую... Среднерусскую природу какую-то. Это несколько сглаживает. Лично для меня, мои впечатления. Об этих местах. Потому что я думал, что тут что-то будет более экзотичное. Дуванчики те же самые. Трава такая же. То есть, саму вот Улан-Удэ в глубине Бурятии, где-то в 100 километрах, там, 150 отсюда, там, уже вот... природа такая, ближе к монгольской какой-то, к забайкальской. Там вот уже как-то поинтереснее. Глаз уже прямо так вот чувствует, что что-то вообще другое. А тут вот так. Где к озеру вот такие, типа заливчиков или лиманов находятся. Тоже такие березки всякие. И вот дальше начинается Байкал. За этой косой. Ещё нужно пройти такой понтонный мост. Который прям так раскачивается шагами. Я думал на Байкале не видно будет другого берега, но он здесь виден. Так, на горизонте где-то в голубой дымке. Ну, горы видны. И сам берег. Там весь горизонт, он в таких как бы... Немножко угадываются горы, но это, я думаю... Ну, судя по карте, я посмотрел, это где-то почти в 100 километрах отсюда, на самом деле, находится. Просто, ну, на водной глади всё это расстояние как бы скрадывается. Поэтому намного больше видно. Ну, того берега не видно. Ну, там он длинный, как бы так вытягивается. Туда же в сторону Иркутска будет. Туда Дальний Восток. Я нахожусь почти посередине где-то южной части. Ну, ближе к середине, немножко туда ещё будет середина. Ну, и наконец-то побывал. Галочка как бы поставлена. Сейчас снимать не буду, просто пройдусь погуляюсь, посмотрю тут камни всякие. В чём тут богат Байкал. Вокунусь в атмосферу, свои мысли какие-то. Так что это всё не для съёмок. До встречи в прямом эфире в дальнейшем. Вот такой прибой ещё тут шумит. Ну, вода нормальная, то есть особого вкуса не имеет. Кого-то просто воду без газов пьёшь там из магазина. Немножко вкуса вот этих вот водорослей чувствуется. Но это просто здесь они. Подальше-то такие там смело можно, я думаю, пить и улыбаться. Ну, и породы я здесь вижу. Яшмы в основном, кварцы различные, сердолики. Что-то такое не прямо супер интересное. Граниты обкатанные. Сейчас буду смотреть, пройдусь подальше. Вот такие огромные кварцы тут есть. Дымчатый кварц. Такие вот граниты тут тоже светлые. Камень лучше в воде смотреть, так он как бы рисунок больше проявляет сразу, потому что так они все кажутся белыми. Но если их смочить, то рисунок сразу проступит. Но тут смачивать у меня нет времени в принципе. Да и в любом случае я много отсюда не увезу. Так что-нибудь по мелочи на память для коллекции. В общем, до новых встреч. Наверное, давно вы не видели коровьих говяшек. Вот они. Ароматные. Вот это береза повалила, я думаю, каким-нибудь штормом. Наверное, здесь тоже шторма бывают. Прямо с корнем. Так что хотел бы я это увидеть. Но погода стоит прямо супер-супер такая. Позитивная, жаркая. Насыщенная как бы солнцем. Потому что навряд ли сейчас здесь будет что-то такое экстремальное погодные условия. Если бы мы были бы в горах сейчас, в Бурятии, то там, говорят, погода меняется прямо. Может резко солнечной стать. Там какой-нибудь ледяной град пойти, например. Там многие, ну, несколько, в ряд групп погибло. Там в горах Бурятии, там, начиная с группы Коровиной и так далее. Погода такая очень резкая тут. Но пока что ничего. Ну, дожди были так маленько, налетали какие-то. Но постоянно стоит такая солнечная. Максимум ветер может подняться. Редко такая удача вообще выпадает. Чтобы в хорошую погоду везде ездить. Обычно где-нибудь все время нарвусь на дождь какой-нибудь. Особенно когда палатку растяну. Все время какой-нибудь дождь начнется обязательно именно в этот день. А так... Очень я всем доволен. Приехали под вечерку к Тацану православному. Тут такой вид на Улан-Удэ шикарный. Я даже не подозревал. Сюда специально приезжают зырить. Такой вот православный Улан-Удэ. Но еще интереснее то, что вот там для меня лично. Вот, короче, Леха, широкую часть воды видишь? Ага. Это селенга вытекает. И вот буквально сразу за высоткой он туда впадает. Улан-Удэ. 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 Ну вот его видно, да, край? Да, да, он. Улан-Удэ. Улан-Удэ. А поближе-то нету к ней подойти? Куде? Ну это подойдем. Ну это как бы есть. А я работаю на берегу. Сильмом, где-то там. А что, она прям работает? А там что-то бесплатное какое-то время. Не-не-не, тут сейчас. Давай сейчас зажмем туда. Ничего там нету. А значит, нету еще. Даже стены. Не работает. А платить, наверное. А, нет, значит, да, вот там бесплатное. Пойдем на нее. Да. Да, да, тут. Вот сейчас. Ой, там вот Гайлаш. Кафе. Бесторан. Там сейчас. Да, я знаю. Ой. Вообще. Православно тут, да. Очень православно. Я вот там выше. Там побольше. Седочка остановится. Встремляющий воздух. Встремляющий воздух. А, да. А это прям люди навязывают или специально? Сейчас, погоди. Это стекольное кладбище? Не-не-не. Это не стекольное дало? Шишковское. А, Шишковское. Она уже закрыта. Ну, так кропка, правильно? Стеколку тут нет даже. А нам дальше по пуберкулезными кладбиками на воду. Вот тут всё зелёное, пустырь, там было раньше в городской свалка в Советской. Да-да? Да, только вырубленный аккуратно. Его зарыли так просто. Всё закрыто. Здесь можешь подняться, нет? Пойдём, пойдём. Поднимемся дальше. Вот тут всё, люди навешивают. Отмаливают руки. Это шутка перед Сагалком. День такой. Костёр здесь жгут. Люди приносят их кусочки теста, которыми катались. Или салфеточки сейчас проще стало. Стираются, салфетки себе приносят, кидают. Потом этот костёр горит. А вот на утро приходят и вяжут вот эти химорины. Ну, их можно, конечно, и сейчас, например, а сегодня и завтра. В основном, весь основняк, это вот на следующий стол после коста. Утром, ранее. Что-то я бы не подумал, что здесь столько местных жителей, чтобы столько навязали. Да, это просто. Нарелка спутная. Тут просто иногда приезжают, покушать, что-то в этом 5 лет. Посмотреть по ныраму. Нарелка стоит спутная. yeonade не будет спутной рыбы на сайте, куда возможны. Думаю тебе. Я буду видеть это очень широкое смеление. Мы надием его вопросом. Мое подростковое место с鄭. Это должно stato об этом выраж == Продолжение следует... 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 В Учкудуке я жил, там похожие пейзажи, там вместо асфальта вот такая, бетон максимум, бетон и вот такие вот маленькие полудеревья, полукусты и жара. Похоже, маленько даже окаменелостей нашел прямо в реке Уда, я угадываю прямо ракушки, это вот скальные породы, которые окружают город такого бурого цвета, вулканические они или какие, не знаю, надо читать. Ну еще там нашел яш немного и все такое, вообще доволен пока что, но я еще и не уезжаю, так, у меня еще здесь два с половиной дня быть, так что много еще где побываю, много чего найду. Вот она река Уда, откуда пошел Кулан Уде. Ну вот здесь вот типа городского пляжа, такое оборудованное, в принципе, уютное место. Местные говорят особое, купаться даже не умеют плавать, часто тонут, поэтому стараются к воде не подходить особо. Ну и купание запрещено, разумеется, официально, что типа кто-то утонул, значит не послушался предупреждения. Как-то вот так вот, ну и подарок православным. Вот по пути с реки Уда, рядом практически метрах стат, такие старые храмы, обмазанные глиной или чем-то таким. Основание города, наверное, примерно стоит. Ну и вот старинные дома такие, цвета горького шоколада. Вот такой памятник в водопроводной воде. Работа горького шоколада. Работа горького шоколад. Прогрот. Прогрот. ВОДПАВЛОМСЧЕНКИ В ВЛОДПАВЛА. ПОДПАВЛА. Высота. Во! Почем? Бесплатно она здесь. Оттуда не дашь, что ли? Нет, на кнопочку нажимаешь, то естьassenка подключается. специально в школе такой был молодцы буряты реально всегда пригодится водичка там бочка памятник состоялось движение и много нормальных людей он объединяет и так и называют их нормальные люди я гордый и что меня Алексей здорова говорит давай вступай в наши нормальные люди ладно значит достоин Абсолом Парикол и чтобы мне кланялся ветом в тот момент меня не любил и не полюбил любил теперь такой короче дебил соседи были пивка ну вот тебе пиздец темнее в глазах а останусь лежать зеленый в глазах и кормить муравьем пока не найдут уберите фона я спасителя спасителя ждут для тебя я молюсь за меня молюсь за меня я я а я я я я я я Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем концерт в столице Бурятии прогремел шикарно Все были в таком прямо культурном шоке Я бы сказал и говорили, что знающие люди, что со времен оргазма Анастрадамуса Город не знал такого угара и разъеба Так что я очень доволен И вот нахожусь за городом на просторах Бурятии Вот это река Селинга Большая река И буду тут гулять, лазить Насколько смогу и насколько хватит времени Тут такой интересный небольшой тоннель под железной дорогой С такими маленькими я еще никогда не сталкивался Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok